Привет, друзья! Это новый выпуск шоу Book Life. Меня зовут Настя Скуратова, и мы начинаем! Наша сегодняшняя героиня – блогер-миллионник, стендап-комик и автор четырех бестселлеров. Встречайте, Наталья Краснова. Привет, Москва! Аудитория обожает ее. Неважно, интервью или книга, поклонники просят еще. Именно поэтому мы сегодня здесь, на презентации пятого издания Натальи Красновой. А я просто не хочу работать! Вот она! Я слежу за ее творчеством, очень нравится мне. Как стендап-комик, как писательница, как, в принципе, блогер и женщина. Нет, сначала в инстаграме, а потом о книге. Первую книгу я прочитала о разводе где-то, наверное, год назад, ну плюс-минус. 18 принцесс, 18 диагнозов и отборный юмор – все это в новой книге «Принцесса на всю голову». Давайте пообщаемся с автором. Наталья, я знаю, что идеи для книг «Принцесса на всю голову» и бывшие у вас появились одновременно. Так, это самостоятельные книги или лучше их все-таки читать вместе? Вообще, лучше читать вместе мои книги «Черную и белую». Ну, то есть, это два тома одной книги, а все остальные книги можно читать в любом порядке. Причем, если бывшие там по драматургии надо сначала до конца читать, то по «Принцессам» ты прочитала оглавление, ищешь любую принцессу, которую любишь, которая тебе близка, читаешь про неё, а потом про всех остальных. Можно и так делать. И потом заключение. В одном из интервью вы сказали, что любите сначала придумывать книги по цветам. Какого цвета будет ваша следующая книга? По идее, она какую-то фиолетовую. Что же? На всё фиолетово. Я бы хотела написать какую-нибудь... Ну, я бы не по цветам делила книги, а по темам. Я бы написала какую-нибудь бордовую книгу. Такую прям весомую. Бордовый цвет, он весомый. Новое поколение детей растёт на совершенно других мультиках, в которых ценится больше развитие персонажа, его преодоление травм и зажимов. И грозит ли этим маленьким девочкам синдром принцессы? У нас сейчас намечается другой синдром, синдром злодея. К сожалению, сейчас злодеи стали выписываться такими красочными и классными. Ну, то есть, начиная там с Малефисенты, людоед у нас кто? Шрек, Джокер, Круэлла. Ну, то есть, все злодеи, они выписаны так красиво, так красочно, что хочется им подражать, хочется обосновывать своё зло тем, что меня в детстве травили или меня в детстве обижали. Я там в детстве получил вот такую психотравму, и теперь я буду убивать людей. Так нельзя. Нельзя говорить, что я злодей, потому что со мной плохо обращались в детстве. С нами всеми по-разному обращались в детстве. Просто надо прорабатывать эти травмы и дальше идти нормальным человеком, плюс-минус здоровым. Нельзя уподобляться сказочным героям. Это просто сказочный персонаж. На этом наш выпуск подошёл к концу. С вами была Настя. Скоро увидимся!